Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Дмитрий Дудко. В регионе растет число дорожно-транспортных происшествий. Информацию озвучили на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. В отчете за минувшую неделю исполняющий обязанности начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя Евгений Валентинович Поляков сообщил, количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 20%. В авариях погибли три человека. На автодороге Севастополя-Никерман произошел наезд на пешехода в неустановленном месте. Пешеход переходил дорогу, скончался на месте ДТП. 2 марта произошло столкновение на этой же автодороге Севастополя-Никерман. Водитель выехал на полосу встречного движения, произвел столкновение, в результате ДТП погиб на месте. И 3 марта перевернулся грузовик с асфальтобетоном. В результате этой аварии водитель погиб на месте. Из доклада Евгения Полякова следует. На прошлой неделе произошло 4 пожара, 79 дорожно-транспортных происшествий, 9 аварий на коммунально-энергетических сетях. В единую диспетчерскую службу правительства Севастополя поступило порядка 2000 жалоб. В основном горожане недовольны состоянием придомовых территорий. Севастопольцам старшего поколения пересчитают плату за капитальный ремонт домов. Согласно новому закону, горожане, достигшие возраста 70 лет и выше, будут оплачивать 50% от тарифа. Те, кому за 80, полностью освобождаются от уплаты. В этом месяце льготники получат квитанции, в которых учтут новые тарифы. Также будет произведен перерасчет выплат с сентября 2016 года и пенсионерам компенсируют затраты. Соответственно, если была задолженность, эта задолженность будет снижена по оплате. Если собственники уже проводили оплату и у них есть какие-то накопления на счетах, то они могут в заявительном порядке придти в ЕИРЦ, написать заявление, и им эту сумму учтут в оплату любой другой услуги за жилищно-коммунальное хозяйство. Директор государственного унитарного предприятия «Севавтотранс» Дмитрий Петрович Ярошко будет освобожден от занимаемой должности. Глава города Дмитрий Владимирович Овсяников пояснил, руководитель предприятия не справляется со своими обязанностями. Треть новых автобусов простаивает в гараже, не работает социальное такси для инвалидов. Сегодня будет принято кадровое решение, директор будет освобожден от занимаемой должности. Это должно быть уроком для остальных руководителей ГУПов, которые не выполняют поручения и свою работу строят неэффективно. По факту неисполнения поручений главы города проведут служебное расследование. Дмитрий Овсяников считает, социальное такси для инвалидов должно работать круглосуточно. 7 марта плата за услуги этого вида транспорта взыматься не будет. В Севастополе начинают подготовку к курортному сезону. В центре внимания городские пляжи, в частности, один из самых больших – Учкуевка и Любимовка. Сейчас в прибрежной зоне мусор, незаконные постройки, отсутствие парковки. Жители северной стороны обратились за помощью к депутату Государственной Думы Дмитрию Анатольевичу Белику. Народный избранник осмотрел пляжи и пообещал помочь в решении проблем. Депутат добавил, с 1 апреля незаконные постройки в прибрежной зоне можно будет сносить решением муниципальных властей. Я думаю, здесь очень важно, чтобы работа муниципалитета, когда они получат соответствующие полномочия с 1 апреля, была четкой, слаженной. И они за этими вопросами следили. Я готов им оказывать любую помощь, как депутат Государственной Думы. Ну и на перспективу нужно думать, что делать с этими пляжами в плане благоустройства, приведение прилегающей территории, соответствующий вид, чтобы логистика была, имеется в виду транспортное сообщение. В преддверии туристического сезона, когда сюда хлынут люди, они должны получить максимум, здесь максимальное количество услуг, приятное времяпрепровождение, качество. Пока мы этого не видим, то есть мы приехали для того, чтобы этот вопрос, так скажем, поднять, для того, чтобы люди, которые ответственны за это, отреагировали на этот вопрос. В Севастопольском Доме Ветеранов организовали праздник, приуроченный к 8 марта. Букеты цветов, поздравительные открытки, подарки, чаепитие. Все это для представительниц прекрасного пола от мужского коллектива. Также поздравления с Международным женским днем в адрес активистов Севастопольского ветеранского движения прозвучали от представителей общественных организаций, приемной председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева и от имени депутата Государственной Думы Дмитрия Анатольевича Белика. Я испытываю огромную радость выполнить миссию, выполнить волю городского совета ветеранов, поздравить всех наших замечательных женщин города-героя Севастополя с праздником, пожелать здоровья, семейного благополучия, добра, радости, улыбки. Все, что можно пожелать нашим дорогим и многоуважаемым женщинам от души, от всей ветеранской общественности мужской половины, мы от души поздравляем и желаем им всего самого-самого доброго, чистого неба над головой. В Севастополе 9 марта на северной стороне ликвидируют немецкую авиабомбу СС-250, сообщает прислужба правительства города. В связи с проведением пиротехнических работ будет перекрыто движение с 9.30 до 17.00. Проезд транспорта будет запрещен от кольцевой развязки в районе бывшего поста ГАИ подъезда к Каче до железнодорожного переезда, подъезда к станции Микензивы горы. В правительстве Севастополя также обратились к перевозчикам с просьбой заранее предупредить пассажиров об ограничениях. Более пяти тонн мусора вывезли с территории Ушаковой балки в минувшее воскресенье. В Севастополе провели очередную экологическую игру эстафета чистоты. Напомним, цель акции – привлечение горожан к проблеме загрязнения окружающей среды. На генеральную уборку пришло около 200 человек. Перед стартом – короткий брифинг о правилах безопасности. Мусор собирать в перчатках в специальные мешки. Выход к пляжу только по туннелю. За переход через железнодорожные пути – штраф. Проверя карту местности и экипировку, участники выходят на старт. Условия генеральной уборки Ушаковой балки непростые. Собрать весь мусор с территории в 12 гектаров при сильном ветре – задача сложная. Опытные участники находят спрятанные бутылки и банки под кустами, а также вблизи жилого массива. Новички тоже стараются. Большинство из них узнали об акции за день до ее проведения. Идея проведения эстафеты чистоты пришлась по душе многим севастопольцам. Количество участников растет с каждой новой игрой. Акция проходит при поддержке руководителя города Дмитрия Владимировича Овсянникова и правительства Севастополя. Третья игра уже перевалила за 120-130 человек. Это только из-за регистрированных участников. Я лично наблюдал несколько команд, которые не желают регистрироваться, но хотят принять участие, и уже просто начали играть сами. Вот эти вот контейнеры, которые тут стоят, это специально привезенные контейнеры по указу правительства. Они потом это все вывозят сами с поддержкой правительства города. Следующая эстафета чистоты пройдет в воскресенье 12 марта. Подробнее о месте и времени проведения экологической акции можно узнать на страницах социальных сетей «Город возможностей». Александр Тимофеев, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Две севастопольские спортсменки выиграли всероссийский турнир по боксу в Московской области, сообщает Крыминформ. Екатерина Яхно и Елена Гапешина стали победительницами 17-го всероссийского турнира класса А по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Виктора Петровича Агеева. Соревнования состоялись в Балашихе, Московской области. Как сообщила пресс-служба Федерации бокса Севастополя, женская сборная во главе с тренером-преподавателем спортивной школы Олимпийского резерва номер 4 Русланом Давиденко впервые выступила в этом состязании. Всего в турнире приняли участие более 130 боксеров из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова